Добрый вечер, мы продолжаем наш урок по Таню, часть короткий путь, который начался с 18 главы, продолжается дальше, мы на 21 главе, страница 128 внизу. Для того, что сотворенные будут чувствовать в себе что-то. И тем не менее, Всевышний продолжает быть единый, как будто бы ничего не бывало до сотворения сотворенной. Нам надо понять, в каком состоянии находится реально сотворенной по отношению к Всевышнему. Мы говорили в 20 главе, что сотворенной для Всевышнему это всего лишь речь. Всевышнему говорил 10 речей. И они, все, что они занимаются, это 10 речей. И так же, как речь не имеет очень большое значение, 1 речь или 10 речей, к одному самому человеку. Потому что самая речь, это 1 или 10 речей от много-много миллиона, которые он говорит с его рождения. Конечно, это не сравнительно к способности его говорить. Способности говорить на земле. Это бесконечное количество. Если мы поднимемся выше речей, то есть мыслей, которые придумывают слова для того, чтобы потом их говорить. А когда мы говорим на уровень мыслей, 1 речь вообще не имеет никакого значения. Потому что 1 речь, это несколько слов. Количество слова, которые крутятся у нас при мыслях в голове, это бесконечно. И способности думать. Вот самой способности думать. Бесконечно. Еще в уровень качества, не только количеством, на сравнении с чувством, там вообще нет слов. Поэтому слов для них это большое сокращение. Это вообще другое качество. Если я способен говорить, значит я гораздо меньше чувствую. А когда мы находимся на уровне чувств, слова просто нет. Конечно, 1 или 10 речей, которые я говорю, для самой чувства не держат никакого значения вообще. Ее вообще нет значения. А на уровень мыслей, то есть хохму, вина, вообще очень-очень далеко. И на самый уровень человек, самой душа, что сравнивается к нему 10 речей или 5 речей или 20 речей, которые я что-то говорил, вообще не имеет никакого значения. Вообще не на моего уровня. Кому это значительно? Тот, которому слышал. Для него это значительно. Но для меня это вообще не имеет никакого значения. Так же самое для нас по сравнению со Всевышним. Всевышним всего лишь говорил 10 речей. В сравнении с ним вот этих 10 речей вообще не имеет никакого значения. Мы потом задали вопрос. Хорошо. Значения не имеет. Но мы существуем. Значения не имеется. Как и здесь, и речь, о которой я говорил. Это не означает, что он не был. Или его нету. Есть такая речь. Только по сравнению со мной. И он не держит никакого веса. Значения не имеет. По сравнению со мной. Но вообще, что он не есть? Так же, так надо понимать. Когда мы говорим, что для Всевышнего мы. То есть сотворение. Сотворение не только мы, люди. Да? А вообще, вот существо для него незначительное. Ну хорошо, незначительное, но ее есть. Тогда мы объяснили, что у Всевышнего речь, это не человеческая речь. Речь у нас действительно разделена от нас. Когда я что-то говорил, это определенное действие, которое я действую. Я дышу. Ударяю это на связки. Как-то по-другому кручусь мой рот, мой язык, мои губы. И это получается речь. То есть поэтому это существующее действие. Я не могу сказать, что ее нет. Но для Всевышнего это не отдельно. Мы говорили в прошлом уроке, что это значит не отдельно. Что его речь похожа, если мы хотим уже взять пример от нашей жизни, на наши мысли. Это еще не отдельно от нас. Это внутри нас. И по сравнению мыслей, да, по сравнению с человеком, это вообще ничто, но это не существующее, отдельно от нас существо. Это внутри нас. Это, ну, это тяжело понять. Поэтому надо рассчитывать, потом мы будем смотреть до конца нашей главы, как это действительно объясняется. Есть в Кабале очень известное выражение. Так же, как я говорю, что в Савишнаму есть без конечности. Так же, у него есть силу ограничений, которые ограничивают. Она не бесконечная. То есть, продолжает книги Ецхоим написано, это говорит. Потому, что если так, если ты так не соглашаешься, то ты ограничиваешь его совершенство. Объясню. Если мы считаем, что сила в Савишнему это только бесконечность. Бесконечность, бесконечность, бесконечность. А он это только бесконечность. А мы, а мы не ограничены. Если ты считаешь, что в Савишнему нет силы ограничений, то он не совершен. получается, что в Совершенном есть силу бесконечности энсов и есть силу ограничения знаете, это очень умный в кабичках вопрос есть такой камень, который в Совершенном можно сотворить и не может поднять, если ты говоришь что нет такой камень, который в Совершенном не может поднять, да, значит что он не способен на все это глупо, конечно это глупо, причем тут камень в Совершенном это глупо, причем камень в Совершенном камень это это физический мир, причем тут он и камень это вообще, ну, он сотворяет камень, сотворяет, значит сотворяет, это вообще не существует по отношению к нему. Кто-то не может, тогда может. Вообще не то измерение. Это как говорить, что я не могу шупать мыслей. Причем тут шупать мыслей? Мыслей-то не зашупать мыслей. Это духовность. Тут при чем тут? Не об этом идет речь. Это глупость. Вот это вопрос, он глупый вопрос по себе. Это ставить Всевышнему уже на уровень сотворения и спросить а он может не поднять, не может и подать, тогда у него недостатка. То при чем это? Он вообще не сотворен, поэтому это невозможно. Это вообще нету для него. Что это значит силу бесконечности и сила ограничения? И что это значит если мы не говорим, что Всевышнему есть сила ограничения, то мы отнимаем от него совершенство. Мы же не говорим о самой Творцу. Мы говорим о действии, которое выходит от Творца. Все, что есть к нам это это все, что выходит от него. Это не он. Это что-то выходит от него. Там есть силу бесконечности и есть силу ограничения. Объясню, что я имею в виду. Я понимаю, что это может путать очень много. Лампа. А? Чего не понял? Скажите мне свет лустры может совершить чудо и мы получим от него в конечном итоге другая лампа? Другая лампочка. То есть он будет светить, 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 светить. Потому он его видит другая лампа. Почему нет? Почему нет? Лампа это лампа. Взяли та лампочка. Не существует без лампы. Потому что что такое свет? Что такое свет? Поток потона. А вы очень простым словам. Нет. Что такое свет? Это монетная рамочка. Свет это это побочный эффект с того, что происходит внутри лампы. побочный эффект. Они что-то с ними что-то происходит. Поэтому от них выходит определенные яркости. Это побочный эффект это свет. Что свет может нам давать? Только побочный эффект. То есть побочный эффект какой? если когда у них что-то происходит в лампочках не важно что происходит это ярко и тепло и светло то это будет светло. Если это будет такой более желтый и тепло он даст нам желтый свет и тепло. Он побочный эффект происходящий. поэтому что может давать свет? Того что дает ему свой то что называется ресурс. Ресурсный вот что происходит в лампе того он дает на побочный эффект. Когда я даю допустим у мастера кусок железа я говорю ему из этого железа делай пожалуйста стакан. Он способен это делать? Он способен. Почему? Почему? Железо это не побочный эффект. Это материал. Это материал у него есть определенных природных законов которые позволяют от него делать стакан. это называется плюс-минус того что я говорил в слова каббала и хасидут о и шефа свет шефа такого слова просто нет на русском языке это изделие это вложение силу вложение силы как происходит такое что у всевишнему это же божественность происходит мы как как от него происходит мы есть предложение побочные если это было допустим возьмем объясню себе вот мы взяли два варианта два варианта которые происходят у нас в нашем мире первые это свет побочные эффекты чужого от другого происходящее второй в зале материал и от него получился другой вид материал вопрос такой есть божественность ребята есть божественность и от нее становится мы как это происходит давай попытаемся понять вот есть богом есть божественность не бог божественность и от него выходит мы как выходит мы мы это камни это воды это небо это это огня это все что все что есть материально как выходит сотворение мой как выходит мы как это происходит ну допустим возьмем этого свет загоняем его в труба сжимаем 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 потом видит от него лампочка нет мы нагреваем какая разница как будешь делать еще сжато или увеличение от цвет будет выходить цвет правда от божественности и еще будет сжимать больше сжимать больше сжимать будет очень очень маленький бог дальше что как как понятно я понял что виноват теперь я пытаюсь исправить а ты не даешь меня я уже пытаюсь как-то я еще раз задаю вопрос как вы как вы это думаете вот получается что есть божественный поток да божественный скрывает раскрывает перед нами и мы хотим от него делать человечек или камень или воды как это делать сжимаем 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 и будет выходить потом человек мы не можем это делать как это происходит по желанию все мы мы не материал даже нет конечно не можем просто говорить о чем ты спрашиваешь свыше хотел так и стало это понятно объясню это я думаю что говорил об этом один раз когда написано в книге яйцера что оба очень известный мара сели перед субботу и учили книги яйцера который писал первый человек на земле адам в кабале они так усердно учились что они ошибочно сотворили игненок так получилось так вопрос такой вопрос такой между игненок и абая и рова есть какой-то родственный связь это чудо это называется чудо да а мы говорим что между человеком между особенно еврейская душа и всевешному есть связь между ангелем это что-то тоже сотворение ко всевешному есть связь то есть если это был и стало так какой связь то всевешный сделал так что между сотворенной и него есть связь то есть это сделано так как будто бы есть какой-то связь как это происходит она поддерживается этими же десятью понимаю 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 но как или в другим словам кто может допустим еще раз возьмем свет вот свет это похоже на этого свет возьмем божественный поток святости и будем сжимать его сжимать его и сжимать его и в конец будет выходить какой-то зайчик точка ну как точка вот такой же материал такой же такой же божественный такой же божественный поток только очень очень сжатый но где происходит в конечном итоге сотворенной как мы уже говорили пожелание это хороший ответ но это желание все пожелание о как переходит между духовным сотворенной даже не даже даже если мы не возьмем материал материал это еще непонятно еще намного непонятно ответ этому да есть можно сказать три линии три ветки проявление божественной в нашем мире божественной в нашем мире первый святость всевешному то что называется свет святость всевешному это поток жизненной бесконечной жизни жизнь это божественность истинная жизнь это 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 вечность это есть божественность второй это силу сжимания сокращений они между собой работают то есть бесконечная святость всевешному это один ветка вторая ограничение он ограничивает и адаптирует силу божественную силу божественный поток можно сказать святость ограничивает и адаптирует его на той уровень который нужно по желанию кого самой творцу секунду третье третье это вмешивание это вмешивание третье это вмешивание самой творец самой творец только в его силу сотворить сотворенный сила творцу только сила самой творец сотворит сотворенный почему как мы говорили возьмете бесконечный поток свет в данном ситуации святость всевешному это что такое это побочный эффект творцу вот вышла от него святость похоже на него и сжимай и сжимай и сжимай и сжимай что будет в конечный итог очень 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 мало божественности очень очень мало но это не сотворение будешь сокращать еще сокращать еще сокращать но в конечном итоге из этого сотворения не будет в конечном итоге Вот в конец, то есть, когда нужно сотворить, тут есть проявление самой Творец. Почему самой Творец? Он не ограничен ни в одном из ограничений. И он лично сотворяет сотворенный, а силу святость и ограничений, взад этого сотворения, который вот только что сделал самой Творцу, и положит в него правильная доза оживления, то есть божественность, которая ему нужна. Которая ему нужна. Пожалуйста. Это похоже на рождение ребенка. Папа дает свет, мама дает ограничения, то есть построение тела, а Всевышнему Душу, вот факт, вот есть человек, Всевышнему делает сотворение, А вот эти двух силы, ограничения и бесконечность, они адаптируют этого силу оживления, душа называемая это, неважно как, к этому конкретному сотворению. Сейчас вопрос. То есть получается сотворение, это соединение бесконечного света с ограниченностью. Конечно. Всевышнему сократить, можно ограничить. Добавил туда свою силу оживления, и получается сотворенность, если я правильно понял. Что там, сила сотворена, я не понял. Ну сотворена, что в том сотворение. Нет, 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 душа это другой. Еще раз. По силу оживления. Понимаю. Для того, что делать. Еще раз. Мы говорили. Возьмем еще раз этого вопроса. Когда мы хотим получить результат. Есть поток энергии. Когда мы хотим от него получать результат. Но не чистая энергия, что-то другое. Например, нам нужно охлаждение или отопление. Вот поток энергии, электрическая энергия, не даст нам ни отопления, ни охлаждения. Для того, что нам надо. Называем это инструмент, кондиционер или котел. Важно, что он. Он что делает? Перевращает или пользует энергия. Электрическая энергия. Да. Для того, чтобы получить правильный результат. Вот. Почему электришество не может нам обеспечить тепла? Она лично. Потому что это чистая энергия. Ну, что мы можем получить? Ну, образно, да? Сейчас вот наши ученые уже недовольны. Мы говорим образно, да? Да нет, мы все правильно рассказывали. Ну, слава Богу. Слава Богу. То есть, получается, что происходит? Почему мы не можем получить от самой электричества, получить сразу результат? Вот я хочу получить омлет. Почему электричество не может добавить мне омлет? То есть, мне нужно других. Других более, можно сказать, переземленный, ограниченный, с определенным образом добавить к нему. То есть, он мне дает поток энергии. А образа нет. Мне нужно взять разных инструментов или образы, для того, чтобы получить от него этого энергия, что этого энергия принесет пользу. Так же самое, когда мы говорим, что всевышнему выходит от него поток энергии, называем это. Это светос всевышнему. Не важно, сколько мы будем сжимать ее, сколько трансформаторов будем ставить по пути. Не важно, сколько, это не имеет никакого значения. По конечным итогам будет выходить что? Энергия. Для того, чтобы мы получим образ определенный, нам нужно первое какое-то вмешательство силу, который способен делить от божественности, и вот получилась небожественность. Это сила, которую может давать только Творцу, только Он. Вот это изменение фазы из божественности к небожественности может делить только Творец, только Творцу. Тогда получается, Он это все и есть. И бесконечность ограничивает. Да. То есть получается, что вот этого силу бесконечной, называем это сейчас энергией, хорошо? Называем это сейчас энергией. Святос всевышнему это энергия, да? Поток энергии. И Он ограничивает ограничения, назовем это какие-то разных станций, которые ограничивают. Ограничивают, ограничивают, ограничивают. Но результат сотворенный, как получается, участвует в этом самой Творец, и Он способен менять фазу из энергии в сотворенный. Сотворенный, это обратное. Сейчас зададим вопрос. Энергия, святос всевышнему, это нравится? Вот она видит теперь, что она обеспечивает нечто такое, которое считает, что Он есть без нее. Это я сотворенный. Что такое сотворенный? Сотворенный что считает? Энергия это для того, чтобы давать мне. Но это не я. то есть для энергии это абсурд. Она считает, что Он ее продолжением. А Он вот баран считает, что Он есть главный. Она подает ему энергия. для святос всевышнему, вот поток святос всевышнему, энергия этого, это абсурд. Она не понимает, что ты говоришь вообще. Ты всего лишь отражение, которое я подаю тебе. А ты считаешь, что ты сам? Для нее это абсурд. Еще раз, для силы сжатой, которая довел святос всевышнему, настолько маленькая, для того, что она обеспечит вот это, вот это сотворенное. Для нее она согласна. Вот это силу ограничений. Этого силы ограничений согласны, что это сотворенное, он нечто другое от нее. Нет, силу ограничений всевышнему смотрит и говорит, ну дурак ты, дурак. Ты всего лишь наше отражение. Мы довели так, что ты можешь существовать. Ты существуешь благодаря того, что Творцу только что был тут и делал тебя от нас. А ты считаешь, что тебе отдельно? Почему он считает, что он отдельно? Это чудо всевышнему. Это и есть чудо Творца. Это и есть силу сотворения. переворотить от него самого сотворенность. Сейчас идем от обратного. Если мы понимаем, что поток энергии всевышнему и ограничения энергии всевышнему и Творец, который сделал это сотворение, им все понятно, что непонятно. Это не какое-то отдельное понимание. Они в этом сотворенной часть ветка от них. То есть он для них какое-то отдельное существо. Нет. Это часть то единое божественной силы. Кто считает, что это отдельно? Только он. Только результат. это как будто мы будем спросить у тепла выходящего из кондиционера ты откуда? Он не знаю. Я сам по себе. Я же тепло. Он же энергии. Я же тепло. Что мы скажем? Ты что? Ненормальный? Отключим сейчас энергию, не будешь ты. И тем ем не он считает, что отдельно. теперь это поле понятно? Нет? понятно. Чуть чуть понятно. Давай вопросы. А? Теперь стало совсем не понятно. Из-за энергии и за что? Ну давайте вопросы. вопросы. теперь физика? Что? Тут есть материал, инструменты и тот кто этим инструментом пользует. Тут понятно аналогии. Понятно как происходит. Здесь если отбросит там сладки науко-опаратных. Ну понятно. Что что что? Давайте ребята еще вопросы. пожалуйста вопросы. Что непонятно? Ну говори что непонятно? Непонятно там до такой степени что даже вопросы не продумают. Нельзя ли все это обобщить одним этим самым? Что только Всевышний может создать нечто из ничего. И вот все это если подытожить то вот к какому выгоду? Я например антарк понял. Хороший хороший вопрос. Зачем нам заморачивать всего этого? Просто скажите что мы мы должны верить что Всевышний все сделал это сам и все закрыли вопрос. И крап наши чувства посмотрите дам вам простые примеры. Ты видишь молодежь у вас два сына помимо им было 15 17 18 они были уверены что вы старый немодерный ничего не понимаете и они тебе научат все. А если вы сказали ваше ваше мнение допустим с кем встречается с кем не встречается ты ничего не понимаешь было или не уже забыли а часто это так я говорю я что говорю у меня это не было я говорю вы мы это чувствовали вопрос вопрос когда когда наши дети это говорили когда мы говорили это наши родители когда наши родители говорили их родители они мы не поняли они не поняли наши дети не понимают что все что у них было было и до того и то чувство что мы вот они сегодня все знают а мы старые Такое же чувство было у нас. И в предыдущих поколениях. А почему они так говорят? Потому что они еще не составили. Нет. Потому что у нас такое сумасшедшее чувство, что с нами начинается мир. Мы пуп земля. Вот, мы пуп земля. И вокруг нас всех еще не доросли. И мы так чувствуем. Даже если мы готовы осознаться, мы готовы осознаться, что есть умнее нас, он умнее нас, но моя ситуация уникальная, и поэтому он это не понимает. Спросите у каждого из вас. Каждого из вас считает уверен, что он уникален, и все просто не понимают, о чем они говорят. Просто у него уникальная ситуация. Это же глупо. Мы же понимаем, ну, рационально оно, это глупо. Такой же уникальности, у каждого из нас уникальности. Каждый мы считаем, что мы уникальны, и тем не менее, мы повторяем глупости друг к другу. Кроме того, с рождением у нас нет сомнений, что мы есть. Просто нет такой сомнений. Мы не встаем утром и говорят, вот, я есть. Такого вообще нет такого чувства. Нам нужно сказать человеку, я говорю о простой очень. Напоминать человеку, ты знаешь, у тебя есть сердце. А если ты будешь не считать с ней, будут проблемы. И часто людей вспоминают, что у них есть сердце, только когда она ломается. То есть, другими словами, чувство, что я есть, это не я есть и сердце, я есть и мозг. Я есть, это вот такой, даже непонятно большинству из нас, что такое я есть, но это такое абсолютное чувство, что я есть, и я должен жить в пухотельке вот этого я. Какая я, что это за я, что он хочет, не важно. Вот я есть, и мне нужно, что вот я буду чувствовать, что хорошо. И все это абсолютно глупо. Мы это понимаем, но это абсолютно, это глупо. Более глупые чувства, чем этого, не бывает. То есть, я не должен есть, я не должен не считаться, я не должен чувствовать себя такой уверенный, но все это у меня с рождения есть. Вот я такой. Откуда этого чувства? Что за, она, она, она противоречима, вот естественно, в жизни, это неправильно. Я не такой уверен, что я есть, я не должен жить, как я хочу. Все это не должен быть. Это же глупо. Я должен считаться с окружением, я должен считаться с здоровьем, я должен считаться с работой, я должен считаться с достижением, я должен считаться с многими вещами. И тем не менее, база, я есть, и я, вот, я должен все обеспечить для этого я. База, это просто очень глупо. Мы когда видим людей, которые недоросли, то есть недоразвитые люди, в чем их уникальность? Что они концентрированы на самой базе навыков своих яд. Они спят сколько могут, они кушают что хотят, бухают сколько надо, не работают никогда. Они просто ни о чем, они просто концентрированы на своих каких-то детских изначальных свой яд. Просто недоросли. И еще раз вопрос, откуда пришло это чувство? Вот это странное чувство, откуда оно пришло? Это в Созуме. Нет, это не от детства. Ты думаешь, что при рождении, вот рождение, 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 родился целый ребенок, начал шупаться пей. Оп, я есть. Мама, я есть? Да, сыночек, ты есть. И он говорит, вот я есть. Мама сказала, нет. С первой, только вышел из матка-матери, он уже уверен, что у него есть. Мама, он уже хочет, очень кушать. Нет, он уверен, что он есть, не вопрос. Поэтому он требует, не просит, требует. Дыхает, кушает, как это, он, понимаете, требует это. У него нет сомнений. А это что, не абсурдно? Это же самое глупое чувство. Абсурдно со стороны другого человека. А со стороны внутренней себя, это не отходит. Нет? Почему? Потому что каждый индивидуал, он себя считает уникальным. Почему? Ну а как? А вы себя считаете не уникальным? Я уникальный. Я еще раз даю, шутка, шутка. Я еще вопрос, почему? Эго, это не объяснение. Эго, это глупость. А может быть, это так сложно для того, чтобы поворотить это и перерасти? Ну, ты говоришь, почему это должно быть? Но почему-то оно есть такое. То есть, перед тем, что я отвечу, что такое, я хочу, что вы поймете, что это странно. Да, на самом деле, странно очень. Ну, даже с логикой, да, это странно. Секундочку, секундочку. Это реально странно. Того, что вот ты пытался сейчас, Яков, объяснить это, это на самом деле странно. Вот, потому что такая, такая я должен чувствовать. Зачем? А потому что мы созданы, чтобы... И это не должно быть вообще. Это, это должно быть со временем ослабиться. С возрастлением ослабиться, а оно не ослабляется, оно просто ухудшается. Да, теперь. Оно увеличивается. Мы же учили, что мы люди созданы, но что мы физически созданы, мы находимся на какой-то, вот, на одной месте не может находиться несколько человек. То есть, мы вот, если ангелы отличаются идеей, то мы вот этим пониманием того, что мы есть, и физической формой, то есть, мы отделяемся... Ну, и как ты хочешь это объяснять? Хорошо, понял. Ну, вот, поэтому у нас вот оно есть, чтобы мы могли, как бы, вот... Правильно говоришь. Причина, что в этом и есть наше сотворение. Сотворение, это означает, что вы есть. Это, это и есть инстинкт, заложено в самое сотворение. Я есть. Вот эта глупость, она и есть я. Я есть, это, это самое сотворение. В другом местах Хасидот объясняется, что это наследство от Творца, который нас сотворил. Он есть, истинно. Он в нас заложил, чувствуя есть. Только Он, который реально, по-настоящему есть, только Он мог заложить в нас чувство, что мы есть. Далее. Мы, как мы сейчас сказали, мы когда-то раньше учили, во всяком случае, Вы нас так учили, если я правильно помню, что Всевышний нас так сотворил, именно, чтобы мы не чувствовали Его, не чувствовали Божественность. По-моему, через Кими Аэлоким, если меня не изменяет память. Именно такими, чтобы мы Его не чувствовали, не чувствовали, ну, Божественность не чувствовали. Мы специально нас такими сотворили. Хорошо. Ну, вот поэтому мы такие. Нет. Нет, не поэтому. Нет, не поэтому. Например, я объясню это по-простому. Того, что я чувствую меньше Божественности, не означает, что я чувствую себя. Я чувствую меньше Него. Например, я кормлю человек, но я не хочу, что он будет знать, что это я его кормлю. Поэтому я подаю тарелку через других людей. Ну, там, через 10 человек. К нему это доходит. Вопрос. Он чувствует, что у него есть тарелка, или что ему дают тарелку? Что у него есть? Нет, что ему дают тарелку. Он просто не знает, кто дает. Это означает сжатый. Дают ему, мы не чувствуем Божественность, которую нам дает. Но у нас не должно быть сомнений, что нам дают, что это. А мы чувствуем не так. Мы чувствуем, что мы есть. Нам положено все. Что мы должны, и нам положено, и все есть. Когда нам не дают, мы жалуемся. Мы считаем, что это какое-то неправильно. Все так делают? Ну, всех. Все попадают в эту самую. Всех? Всех? А ты знаешь, кто такой, который считает, что ему не положено? Каждый человек индивидуальный. Каждый воспринимает по-своему. Есть совершенно разное. Скажи мне. Это не стой опыт. Вопрос. Когда человек болеет, хоть один человек в нашей зале, он не считает, что это какой-то неправильный поступок? Зачем он болеет? Когда кто-то проснулся под плохое чувство, он говорит, что мне это было положено. Вот сегодня положено. Нет. Человек стоит и говорит, что это за... Зачем мне оно надо? Почему? И за что? Ты говоришь, что не у всех такой. Кто-то проснулся, ты проснулся, вот и мы простужены. Вот так надо. Ну да. Вот так было надо. Я сказал папа, что это не надо. Ты говоришь, а чего так? Зачем оно мне надо? Что с чего? Ну дали тебе. Ну смирись. Тебе это не комфортно. То есть, ты не считаешь, что тебе положено, что тебе положено что-то другое. Ты считаешь, что должно быть, что ты здоров. Если отнимают это, то говорят, что это такое? Что я такой плохой, что свыше на меня делает это? А кто сказал, что тебе надо давать здоровье? Ты решил, что тебе надо давать здоровье. А потом ты жалуешься. А может быть нет. Но ты не согласен с этого. И я не согласен с этого. Ни мне, ни себе, ни других. Есть, я в этом закончу наш урок. У Ребе, когда Ребе благословил людей определенной удачи, и люди просили удачи в заработку, в здоровье, то Ребе всегда дал благословение. Он говорил, что вы увидите добро в обычный взгляд, в приземлённый взгляд. Что это означает? Ребе объяснил. Иногда то, что тебе кажется плохо, это на самом деле хорошо. Но тебе кажется, что это плохо. Ребе благословили, что ты увидишь, что это хорошо. Что ты сам увидишь, как это хорошо. Вот это благословление.